Настоящее вино может быть изготовлено только из винограда. Там, где солнечная ягода не растет, по сути, не может быть и вина. На этом не раз настаивал губернатор Краснодарского края. Кстати, Александр Ткачев был в свое время еще и одним из главных инициаторов так называемого «закона о вине». На уровне правительства удалось добиться того, чтобы вино признали сельхозпродуктом. Это позволило снять ряд барьеров, мешающих развитию отрасли. В конце мая, когда премьер Дмитрий Медведев посещал Левкадзю и Абрау-Дюрсо, губернатор озвучил новые предложения по поддержке отечественных производителей вина. Мы летели, как раз разговаривали с Александром Николаевичем о том, чтобы все-таки проводить необходимое развлечение в законодательстве между винами, которые изготовлены из своего винограда и винами, которые изготовлены из привезенных виноматериалов. Это, мне кажется, абсолютно правильно, потому что мы в какой-то момент ввели регулирование стандарта производства молока, когда мы отделяем или отличаем молоко от молочного напитка. По сути, ведь это, так сказать, такая тоже близкая ситуация. Я не говорю, что они там все отвратительного качества, но это все-таки немножко другая история. Эту тему продолжили обсуждать уже на совещании на заводе шампанских вин в Абрау-Дюрсо. Краевые власти вновь сделали акцент на том, что в федеральном законе следует заменить юридическое понятие «виноградное сусло» на свежее виноградное сусло. В первую очередь преференции должны получить именно те, кто имеет сегодня виноградники и производит вино из ягоды. Сам виноматериал, если я закупаю его из Италии или Южной Америки или из Африки, то мы говорим, давайте поставим, Игорь Петрович, совершенно справедливо сказал, поменяй марку синюю на белую и так далее. Но для потребителя, наверное, это не будет ключевым моментом. Это долго будет привыкать. Есть предложение писать, да, вино, но из материала итальянского, из материала юарского и так далее. Это будет тоже справедливо. И почему мы опять поддержим нашего товара. Пусть, так сказать, наш потребитель выбирает. Предложение губернатора тогда на совещании поддержал Дмитрий Медведев, а также министр сельского хозяйства Николай Фёдоров и руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. И сегодня стало известно, что глава правительства уже по итогам поездки в Краснодарский край дал несколько поручений кабинету министров. И в частности, в документе предлагается вино классифицировать по географическому признаку. Виноделов обяжут указывать на этикетке, откуда привезено сырьё для производства вина. Пересмотрят и меры господдержки виноградарей. Сегодня край выделяет отрасли субсидий. Но теперь дополнительную помощь виноделы получат и из федерального центра. Правительство в целом настроено на то, чтобы оказывать поддержку нашему виноградарству. Субсидии выделяются. Другой вопрос, достаточны ли они. За последнее время составили почти полтора миллиарда рублей. В 2014 году выделено 300 миллионов рублей. У нас есть и определенные ориентиры, цели по расширению площади виноградников к 2020 году до уровня 140 тысяч гектаров. Пока же площадь виноградников в России едва доходит до 70 тысяч гектаров. Но принимаемые правительством меры должны вывести винодельческую отрасль страны на новый уровень. Так, согласно решению Дмитрия Медведева, преимущественное право на субсидии будут иметь производители продукции именно из российского винограда. Для этого потребуется провести закон с поправками в статью бюджетного кодекса. Росалкогольрегулированию поручено установить минимальную цену на вино и шампанское по аналогии с действующими ограничениями на крепкий алкоголь. Ужесточат и уголовную ответственность за производство и торговлю суррогатом. Это, кстати, тоже не раз предлагали власти Краснодарского края. Александр Ткачев сегодня в своем микроблоге прокомментировал предстоящие изменения в законодательстве. «Рад, что учтены все наши предложения, в том числе минимальная цена на вино, возможность снизить акцизы на вино из местного винограда. А поручение премьера ужесточить административную и уголовную ответственность фальсификаторов вина поможет нам крепко их прижать». Хорошая новость и для отечественных производителей, которые производят вино из винограда, выращенного в России. Для них ставки акцизов со следующего года снизятся. А вот для тех, кто производит винный напиток из виноматериалов, напротив, налог вырастет. Эти и другие изменения войдут в основу законопроекта, который внесут на рассмотрение правительства России до 10 декабря.